Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы познакомимся с правилами безопасной работы с гаджетами, положительными и отрицательными сторонами влияния на развитие личности. Узнаем о пользе и вреде технических новинок для психического и физического развития и о правилах безопасной работы с ними. Что такое гаджеты? Гаджет с английского – штуковина, приспособление, безделушка, небольшое устройство, созданное в вспомогательных целях для того, чтобы облегчить быт человека. Гаджетам можно отнести смарт-браслеты, электронные пластыри, очки виртуальной реальности, плееры, планшеты, электронная книга, цифровой фотоаппарат, смартфон. А какая же польза от гаджетов? Телевизор и интернет являются основными источниками информации и помогают работе и учебе. Работа с компьютером развивает внимание, логическое и абстрактное мышление. Гаджеты можно рассматривать не как средство развлечения, а как реальную помощь в развитии ребенка. Существует множество и учебных приложений, направленных на развитие мелкой моторики, реакции, логики, памяти. Компьютерные игры детям помогут научиться принимать самостоятельные решения, а также быстро переключаться с одного действия на другое. Компьютер хорошо влияет и на творческие способности. Дети начинают быстро изучать языки, учатся рисовать. Это отличный способ самообразованию. Умение пользоваться интернетом может стать хорошей школой общения и навыков по поиску и отбору информации. Итак, мы узнали. Гаджеты – это источник информации и способ развлечения и общения. Но постоянное использование гаджетов небезопасно для здоровья. Основные влияния гаджетов на здоровье – это электромагнитное излучение, искривление позвоночника, развитие близорукости, головные боли, синдром компьютерной мыши, нарушение сна, болезнь Декервина. Гаджет – друг, если его использовать разумно и дозировано, а при злоупотреблении он станет вашим врагом. Врачи рекомендуют детям от 7 до 10 лет играть в день не более 25 минут, а ребятам от 11 до 14 лет не более 40 минут. Отдыхать столько, сколько ты играл. Выключать гаджет за 2 часа до сна. Как использовать гаджеты безопасно? Не носите устройство мобильной связи на шее, поясе, одежде, чтобы снизить негативные электромагнитные волны на здоровье. Максимально сохранить время контакта с устройствами мобильной связи. Отдалять устройство мобильной связи на максимальное расстояние от головы в момент соединения разговора, например, применять громкую связь или гарнитуру. Максимально ограничить звонки в условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи, например, в автобусе, метро, поездом, автомобиле. Перед сном размещать устройство мобильной связи на расстояние более 2 метров от головы. Для того, чтобы уберечь ребенка от негативного влияния компьютера, следует соблюдать некоторые правила безопасности работы с современной техникой. Компьютер нужно ставить к стене задней стенкой. Ежедневно проветривайте и производите влажную уборку помещения, в котором находится компьютер. Рабочее место должно быть хорошо освещено. По возможности для улажнения воздуха рекомендуется поставить рядом с компьютером аквариум. Обязательно подберите удобный комплекс упражнений и выполняйте гимнастику для глаз. Зарядка для глаз при работе на компьютере способна творить настоящие чудеса. Гимнастика для глаз. Частое моргание в течение двух минут улучшает внутриглазное кровообращение, сведение глаз к переносице. Скосите глаза вправо, а затем переведите взгляд по прямой линии. Проделайте то же самое в противоположном направлении. Велотренажер. Перемещайте взгляд в разные стороны. Вправо-влево, вверх-вниз, по кругу восьмеркой. Такая гимнастика для глаз при работе на компьютере укрепляет глазные мышцы. Глаза при этом могут быть закрыты или открыты. Зажмутесь на 3-5 секунд, затем откройте глаза и повторяйте это 7 раз. Упражнение расслабляет глазные мышцы и активизирует кровообращение. Тремя пальцами без усилия нажмите на верхние веки. Продолжайте воздействовать в течение двух секунд. Простая, но эффективная зарядка для глаз при работе на компьютере улучшает отток внутриглазной жидкости. Встаньте возле окна, сосредоточьтесь на предмете, расположенном в непосредственной близости, точка на оконном стекле, а потом переведите взгляд на удаленный объект, дом или дерево. Повторяйте это упражнение 10 раз. Закройте глаза и медленно перемещайте глазными яблоками вверх-вниз. Повторяйте это 5 раз. Рисуем в воздухе или гимнастика для глаз при работе на компьютере для любителей творчества. Открытыми глазами рисуйте в воздухе сначала простые геометрические фигуры, а затем сложные объекты. Конечно, польза и вред интернета стоят на разных чашах весов. Преимуществ у него намного больше. Ну а многих пагубных последствий интернета можно избежать, если использовать его с умом. Всем удачи, безопасного использования современных гаджетов. До новых встреч. Пока-пока.